Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиаций, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения стероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бещацких лесах. Бещады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Входящий в состав препараты экстракт дрожжей и красного риса блокирует выработку эндогенного холестерина в печени. Скажите, пожалуйста, как компоненты прохольтерола влияют на снижение уровня холестерина в нашем организме? Раз уж вы упомянули холестерин, стоит сказать, что его функция в организме гораздо более позитивна, чем кажется. Наш иммунитет, то есть эффективность кишечных ворсинок и бляшек пеера полностью формируется лишь после рождения и зависит от того, кормили ли ребенка грудным молоком. По счастливому стечению обстоятельств можно пить также кокосовое молоко, которое минимально, примерно на 2%, отличается от человеческого, чего нельзя сказать о коровьем молоке. Да, оно имеет свои полезные качества, но далеко не всегда соответствует нашим потребностям. Поэтому, когда у организма нет собственного иммунитета, он начинает повышать синтез холестерина. Холестерин, помимо того, что является отправной точкой выработки гормонов, восстанавливает также клеточные мембраны, которые в молодом организме появляются быстро. С возрастом происходят изменения, и он начинает играть своего рода клея. Проще говоря, склеивает бактерии, которые могли бы спровоцировать болезнь. Со временем эта нагрузка переходит на выработку гормонов. Наступает такой момент, когда синтезируемые в избытке холестерин, имеющие сходство с кальцием, образуют как бы фильтр, который позднее превращается в атеросклеротическую бляшку в кровеносных сосудах. Это опасно, потому что в артериях очень высокое давление, из-за которого сосуды могут лопаться. Отсюда инсульты, аневризмы, то есть внутренние расслаивания. Вены и артерии можно сравнить в разрезе. В артерии есть эндотелий, такой тоненький внутренний слой. Потом идет слой мышц, которые в артериях значительно толще, чем вены. Дальше соединительная ткань и эпителий снаружи. В венах все то же самое, только в эндотелиальной части есть еще и клапан. Представьте себе, что по артериям кровь может быть доставлена до самых отдаленных частей нашего тела, например, в большой палец ноги. А чтобы вернуться обратно, ей нужно воспользоваться тонкими кровеносными сосудами с клапанами. И в момент появления фильтра, содержащего холестерин, склеенный кальцием, то есть бляшки, клапаны перестают выполнять свою функцию. А из-за более длительной задержки, использованной крови с углекислым газом и мочевиной, питание данной части тела происходит неправильно, что приводит к деформации сосудов. Мы называем это варикозным расширением вен, которые часто сопровождаются даже ранами на коже. В связи с этим, принимая прохолтерол, можно не только ограничить синтез холестерина, как это делалось раньше, но и по ходу дела контролировать его уровень, так как холестерин пригодится организму в двух ситуациях, для предотвращения инфекции и для выработки гормонов. Прошу заметить, что статины влияют на синтез гормонов. Но давайте поговорим о том, как продукт вымывает из наших сосудов появляющиеся атеросклеротические бляшки. Конечно, если кто-то на протяжении 30 лет собирал эти бляшки и вдруг начал принимать прохолтерол, то спустя примерно 3 недели уровень холестерина у этого человека может даже повыситься. Но это нормально. Дело в том, что это не активный холестерин, а вымытый из сосудов залежи, который можно вывести из организма обильным питьем воды. Некоторые компоненты прохолтерола заслуживают особого внимания. Например, амла, которую называют также индийским крыжовником. Он обладает фантастическими свойствами промывания наших сосудов. Геностему пятилистную, например, в аюрведической медицине называют растением вечной мудрости. Почему? Потому что она придает эластичность самым тонким капиллярным сосудам. В данном случае мелким артериям в головном мозге, которые улучшают процессы мышления. На уровень хитостерина, в свою очередь, влияет растение брамий. Почти 90% объема брамий составляют фитостерины, которые влияют на уменьшение откладывания триглицеридов, то есть так называемого плохого холестерина в печени. Ведь сам по себе холестерин не так уж и вреден, при условии, что он находится в клетках, а не откладывается в печени. Плюс геностема пятилистная, которую широко используют в китайской медицине. Это растение, придавая эластичность сосудам, влияет на появляющиеся негативные изменения внутри организма. Например, при отслаивании эпителия или возникновении аневризма геностема пятилистная укрепляет сосуды и помогает вернуть их нормальную структуру. Это действительно реально. И этот БАД вносит фантастические изменения в организм, в том числе предотвращает появление новых препятствий для прохождения крови в венах и артериях. Можем ли мы принимать данный БАД вместе со статинами, то есть лекарствами, которые препятствуют образованию холестерина? Скажу так, как биолог, а не врач, я не имею права говорить кому-либо, что он должен делать. Но моя логика подсказывает мне некоторые вещи. Если раньше кто-то принимал статины, то можно попробовать уменьшить употребляемое количество лекарства. Я знаю людей, которые пошли на это под собственную ответственность. Но делали они это постепенно, сначала уменьшая дозировку на четверть таблетки, потом на одну-вторую и так далее. Оказалось, что они прекрасно себя чувствовали, а результаты анализов были просто отличными по сравнению с предыдущими. Естественно, принимая такое решение, лучше проконсультироваться с врачом. Современные врачи уже тоже знают, что от статинов нужно постепенно отказываться. Я не буду комментировать это явление, потому что в мире в последнее время наблюдается большое количество шагов в науке. К сожалению, не всегда положительных. Но не будем об этом. Всем нам дана мудрость природы, и воспользовавшись ею грамотно, мы можем сохранить наше здоровье. Собственно, для этого и существует медицина. Однако часто врачи сталкиваются с дилеммой. Все потому, что они не создают лекарства, а лишь пользуются ими, и порой замечают, что результаты не соответствуют к ожиданиям. В связи с этим сегодня происходят в частности изменения в методологии обучения врачей, что, безусловно, радует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok